Девушки отдыхают 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 более 2 миллионов человек и целых 174 этнических сообщества сейчас живет как благородный, но забытый аристократ, который вновь обретает мужскую силу. Милан Бабович с большим интересом слушал наш рассказ о Белом Исходе в Сграфской пристани в Севастополе. Слушая, Милан рождал в голове такие строки своей будущей статьи. За исключением Краснова, который подарил Белграду некоторые из самых красивых его зданий, генерал Врангель также является общим для Крыма и Сербии. Там, где белые русские после войны плакали, убивая своих лошадей и взбирались на борт, спасаясь бегством в изгнании, теперь стоят эти мощные корабли Черноморского флота, на которые, кроме обороны, приходится до 60% бюджета Севастополя. Особенно интересно было читать, как сербы, живущие на приличном расстоянии от Крыма, чутко понимают суть политических процессов, текущих в Крыму и Севастополе. За последние пять лет 120 чиновников различного уровня были арестованы за коррупцию в Крыму. Кажется, кресло министра транспорта больше всего пошатнулось. В этом департаменте сменилось 12 человек. Вероятно, это вопрос профилактики, поскольку на трассе Таврида уже проложено 235 километров и рабочие трудятся даже ночью. Инвестиции Москвы огромны, поэтому Путин, очевидно, назначил свое доверенное лицо из Сибири губернатором Севастополя. Среди приехавших журналистов был итальянский публицист Джульетто Кьезо, которого очень любят российские СМИ. Но, что удивительно, сеньор Кьезо после посещения Крыма и Севастополя не выпустил ни одного материала. Зато статью и небольшое видео сделала журналистка итальянского ресурса Ла Стампа. Название статьи «Рубли, туристы и патриотизм. Путин демонстрирует свой Крым», чтобы произвести впечатление на Запад. Начинается материал очень обычно для западных СМИ. Крым 2019 года. Прошло пять лет со дня аннексии украинского полуострова России, которая тем самым нарушила международное право и вследствие чего была наказана западными санкциями. Но тут же журналистка оговаривается. Таких слов, как аннексия или оккупация, в русском лексиконе в контексте Крыма не существует. Однако изоляция переживается стоически. И чиновники, и простые люди переполнены гордостью за свою страну. Русскими тут себя считает большинство, которое и хотело быть в России. Инфраструктурно Россия вложила в Крым 8 миллиардов долларов, мост, автодороги, экономика. И, собственно, все. А помните этого парня из Конго, который спас журналистку из ЮАР? Он сказал про Крым. Мы, народ Конго, хотим поддержать Россию в этот нелегкий период. Знайте, в Африке у вас есть друзья и соратники. Лазар выпустил сюжет на телевидении Конго, первый на сегодняшний день. В нем он рассказал свои эмоции от посещения Ливадийского дворца. Именно в Ялте были заложены принципы нового демократического мироустройства. Здесь, в Ливадийском дворце, за столом которого сидят Сталин, Черчилль и Рузвельт. И мне хочется задать крамольный вопрос. Почему именно здесь, в Крыму, сейчас мы отчетливо наблюдаем, как эти договоренности, демократические международные права так легко попраны? Я не могу перестать задаваться этим вопросом. Мы долго думали, почему же вышло так мало материалов с отзывами о крымском вояже в иностранных изданиях. Был вариант, коллегам не понравился прием. Следующий вариант, поездка была неинформативной. Но остановились мы на такой интерпретации. Материалов вышло мало, потому что в Крыму и Севастополе, в общем-то, все хорошо. По улицам не ходят вооруженные военные, как, например, в Италии. Граждане вольны свободно перемещаться, куда заблагорассудиться. А вместо мрачных выражений лиц у жителей полуострова Крым на лицах улыбки и радушия. Западным СМИ, видимо, пока не очень интересно, что у нас течет обычная жизнь. Ну что ж, это тоже результат. Недавно в площади Нахимова мы с советником президента Дмитрием Выдриным попытались разобраться в тонкостях севастопольского менталитета. Амбартизация громадного количества смысла, великих смыслов, привела к тому, что возникла некая городская психология для некоторых людей, наверное. Психология избранности даже тех людей, которые к величию города, к великим смыслам города, вообще-то, может быть, не имеют прямого отношения. Этот материал вызвал бурную дискуссию в соцсетях, поэтому мы решили продолжить философские измышления об особенностях севастопольского, да и крымского общества в целом. На этот раз мы поговорили о том, каких политиков и чиновников хотят видеть крымчане и севастопольцы, какими компетенциями и каким видением они должны обладать, чтобы эффективно работать на крымской земле. Сразу оговорюсь, Дмитрий Выдрин один из немногих политологов на территории СНГ, который компетентно анализировать подобные вещи, так как именно он плечом к плечу с Георгием Шахназаровым, отцом известного режиссера, создавал науку политология в СССР. Крымчане, как и любые другие замечательные люди, устроены довольно сложно, и эта сложность бесконечна, любой человек так же бесконечен, как Вселенная, но я остановлюсь на уровне простой дихотомии. Любой человек дихотомичен. У меня есть, или была, я не знаю, как лучше сказать, одна ученица, которая вечно идет в президенты и вечно президентом не становится. А поскольку она мне в чем-то симпатична, вечно я даю слабину и консультирую ее хотя бы в телефоном или электронном режиме. И вот она в очередной раз, не буду назвать ее имя, она меня неуполномачивала, в очередной раз шла на выборы, в президентские выборы не так давно, и в телефонном режиме я с наших высоких красивых гор ее консультировал. А так вот, я пытался ей сказать, что в натуру любого человека зашито стремление к некой модели воздушного боя, к некой модели пилота. Вообще пилоты самые обожаемые, знаковые люди для любой натуры. Все мечтают летать или мечтали летать. Не случайно все мальчики бредят, если не космосом, то высоким воздухом. Так вот, есть тактика воздушного боя, которая говорит, что побеждает тот, кто выше, быстрее и решительнее. И вот этот набор качества относится ко всему. К выборам президентов, к выборам семейной стратегии. Если вы постоянно стремитесь в семье или в президентской компании быть выше, быстрее и решительнее других, то, как правило, ваша семья побеждает другие семьи, вы побеждаете на работе своих оппонентов или вы становитесь президентом. И вот, когда я этой барышне или претендентше советовал исповедовать тактику воздушного боя, у ней рейтинг рос. Она занимала одно время в своей стране первое место по рейтингу. Но потом пришли к ней другие советники. Я был в телефонном режиме, они напрямую, поэтому всегда побеждает тот, кто ближе находится, как советник или советчик. Они говорят, что вы знаете, не заморачивайтесь в эту философию, в эту абстракцию. Побеждает тот, кто зимнее, предметнее. И вот есть проблемы у ваших избирателей с газом, поскольку ЖЭКи отключает за неуплату газовые колонки, опломбируют распределительные щитки. Они подарили ей молоток, позолоченный большой молоток, какая-то полиандровая или как там называется, гламурная рукоятка из гламурного дерева и позолоченная маленькая кувалочка. И она ходила по этим щиткам, по газораспределительным каким-то там пунктам, сбивала пломбы и подключала к должникам газ, о котором они мечтали. В результате за нее почти никто не проголосовал. Меньше, по-моему, восьми процентов. А победил другой человек, который рассказывал, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Украинцы. Ну, неважно. Или подводные лодки бороздят степи Украины. Он вышел абсолютным победителем с колоссальным успехом на теме. Просто он был быстрее, выше и решительнее других. И вот эта модель относится ко всем простым и непростым людям. Люди в душе мечтают быть выше, быстрее и решительнее других. И приветствуют эти качества у других политиков, у других партнеров. Но на словах они говорят, что мы хотим, чтобы наши партнеры имели молотки, в наших интересах сбивали пломбы, подключали воду, газ, дешевый хлеб и что-то другое. Но потом они не голосуют за этих людей, если эти люди захотят стать их руководителями, их начальниками и так далее. Вот так устроен человек. На словах он за молоток, за пломбу, за какой-то вентиль. А в душе он, в своей высокой душе, в своей юношеской душе, которая умирает только вместе с его старым телом. В душе он все равно за тех, кто высоко летает, кто быстрее летает, чем другие, и кто решительно принимает решение, извините, за тавтологию, чем оппоненты. Поэтому ваши уважаемые горожане, они всегда будут говорить, что плитка плохая, что надо перекопать, надо закопать яму там. Но потом на голосование они будут голосовать за тех, кто предложит некие высокие смысловые проекты, связанные не с желудком, а связанные с сердцем, с сознанием, со смыслами. Поэтому не попадайтесь на эту ловку. Не думайте, что если вы закопаете яму для избирателей, они за вас проголосуют. Я думаю, что если бы Грин закопал бы 10 ям, которые в то время перегораживали извозчиком, он бы не вошел в историю как великий творец смыслов, алых парусов и мечтаний. Люди хотят, чтобы не было ям, но голосуют за алые паруса. Так устроены люди. В поиске российской мечты находятся и находились великие умы России, начиная от Николая Данилевского до Александра Проханова. Всем известна американская мечта, свой домик и счет в банке. По версии Дмитрия Выдрина, украинская мечта зиждется на ненависти ко всему русскому. А вот русская мечта – это исполнение мечты ближнего. Повторюсь, русская мечта заключается в осуществлении мечты ближнего, как 75 лет назад, когда именно русский народ в своем колоссальном сообществе национальности спас мир от коричневой чумы. Россия и государство, конечно, нужны молодые ученые, потому что поддерживаются именно проекты, которые делают молодые, потому что мы не хотим уехать. Вот действительно, я даже не ожидала, что в работу можно влюбиться и желать просто обнимать и ночевать. Эти газовые форматографы произведены в России. Черное море – это мощная самоочищающаяся система. Стала лауреатом медалей премии Российской академии наук для молодых ученых в области общей биологии. Идет масса проектов, которые исследуют микропластик в море. Еще есть международный участник, группа индийских ученых. Кроме фундаментальной науки, мы большое внимание уделяем изданию научно-популярной литературы. Мы работаем с тропическим центром, который организует исследования в Вьетнаме. С утилитарной точки зрения мы разрабатываем громадное количество технологий. В нашей программе появилась новая рубрика «Стрелка». «Стрелка» – это межвузовское сообщество молодых журналистов. Сегодня команда «Стрелки» подготовила для наших зрителей сюжет о новой грани студенческой активности Севастополя – театральной студии Севастопольского госуниверситета. Итак, слово ребятам. При вдохе у нас парень не марится. Смех тоже катит, только не разговаривай. Мы-то все знаем, как мы сюда попали. На первый взгляд вам может показаться, что это клуб игроков «Доту» или клуб любителей котиков. Это не так. Это репетиция театральной студии Севгу. Под руководством профессионального актера. Я актер. В данной ситуации я педагог. Идея пришла, когда я посмотрел один спектакль студенческий, вернее не сам спектакль, трейлер к спектаклю одного из актерских курсов Питерской академии театрального искусства. И после просмотра этого трейлера мне захотелось поработать вот с таким возрастом, с такой энергией. И как бы я захотел, помечтал. И буквально через какое-то время, буквально через неделю, вообще, мне кажется, даже чуть ли не на следующий день, мне написала одна из проректоров университета сдать им мастер-класс по риторике для интенсива. У них был один интенсив для молодых предпринимателей. И я просто предложил более плотное сотрудничество, и они всеми руками и ногами оказались за. В общем, как-то мыслеформа. Все привыкли, что высшее образование это скучно. Лабораторные работы, практические занятия, конспекты. Но нет. Высшее образование Севастополя это яркая культурная жизнь студентов и развитие личности в студенческих объединениях, к которым относится театральная студия СевГУ. Театральная студия СевГУ стала еще одной ступенькой для развития молодежи Севастополя. Все мы тут занимаемся чем? Тем, что совершенствуемся, учимся доводить мысль какую-то, образ какой-то до людей. И это круто, по-моему. Новые знакомства, новые эмоции и, конечно же, сама обстановка такого театрального хаоса, которое происходит на каждом занятии. Я на сцене с четырех лет, и я не хотела расставаться с театром в другом городе. Я из Ейска. Что же дает студентам участие в театральной студии СевГУ? Сама презентация. Это очень сейчас востребовано в современном мире. То есть человек должен не просто обладать какими-то навыками работы, он должен уметь их презентовать, уметь презентовать работодателю так, чтобы работодатель понял, что человек может быть, скажем так, и заводилой, и лидером в коллективе, и человеком, который может донести до коллектива мысль предельно сжата и ясна. Я, допустим, в студию пошел, чтобы как-то научиться разговаривать, как-то взаимодействовать с людьми, потому что до студии мне с этим вообще было плохо. Для меня это способ раскрыться, показать себя и зажечь что-то в себе. Я была очень замкнута, и из меня слово не вытянуть. Но как только я начала заниматься театром, я начала общаться с людьми, и больше контактировать, и мне уже не страшно общаться с людьми. И руководитель студии, профессиональный актер, который служит в легендарном театре флота и работает на пяти работах. Так зачем же ему нужны эти студенты и вся эта дополнительная нагрузка? Это такая энергия студента вот этого возраста, с которыми можно работать и делать вообще практически все, что угодно. И для меня это огромный тренинг, который позволяет мне развиваться не только как режиссеру, как просто руководителю, вообще как человеку творческому, мыслящему и начинающему понимать этот процесс, и который может его преподать. Дело в том, что есть такое выражение, что если ты не можешь этому научить, значит ты этого не знаешь. Студия расположилась в самом красивом здании Севгу на Гоголя, на самом последнем четвертом этаже, куда не доходит практически ни один студент. Здесь проходят занятия, помимо театральной студии, здесь проходят еще всякие художественные, танцевальные занятия, именно поэтому здесь есть зеркала и мольберт. Что же дает эта студия студентам и с какими трудностями они сталкиваются в своей театральной жизни? На данный момент, мне кажется, студии не хватает времени, потому что студенты постоянно загружены, Николай тоже там в театре, и просто неоткуда даже взять это время. У нас в том году, получается, пьеса на Новый год поставилась за месяц, и то мы еще корректировки до самого конца вносили. То есть она вот на ходу так была придумана. Нужно больше массовки. Да нет, все классно на самом деле. Мне кажется, что стремиться есть в любом случае куда и всегда, но в данный момент достаточно все неплохо. Слишком много им задают, слишком много они учатся в университете, я хочу сказать. Тут надо делом занять, а они там зачем-то учатся. Это на тему того, что бывает по занятости или даже по болезни они пропускают занятия. Это неудобно не то, что мы мне вот-вот, они пропускают, это так ужасно, это же театр, это же любовь. Нет, это просто технически тормозит процесс. Когда мы должны работать в связках, в парах, а кого-то из этих пар нету, кто-то на учебе, то, конечно же, приходится как-то, как-то выкручиваться. Появление таких университетских студий говорит о развитии севастопольского студенчества. Севгул нужно много студий театральных, чтобы они были в каждом институте, чтобы у нас был Всевузовский фестиваль театральный среди институтов. Это надо развивать, потому что у нас огромное количество студентов. Ну, одной студии явно на всех не хватит, поэтому надо увеличивать количество студий, увеличить качество и, естественно, чтобы у нас все ребята обладали навыками актерского мастерства. Это по жизни очень пригодится. Что бы ты посоветовала людям, которые колеблются идти или не идти? Я бы посоветовала идти, потому что именно здесь, если ты это сделаешь, ты можешь понять, нужно оно тебе или нет. Дальше мы будем рассказывать о стройотрядах, студенческой жизни в общежитиях и многом другом, что интересует севастопольских студентов. Виктор Глузников, Анастасия Калинина, Артур Панасюк. Специально для Стрелка. Какие бы инициативы ни предлагали чиновники, какие бы запреты ни накладывал Запад, о чем бы ни рассказывали молодые журналисты, главным героем остается человек. Люди – главный ресурс России, как спел Олег Митяев. Люди складывают общество со своими традициями и законами, и соблюдение которых гарантирует развитие и светлое будущее. Если иностранным журналистам интересно, как обстоят дела у обычных севастопольцев, найдутся наши сограждане, которые просто начнут писать в своих соцсетях на иностранных языках о ежедневной жизни города-героя. Если севастопольцы голосуют за алые паруса, в городе в конце концов появятся общественники и политики, которые будут реализовывать мечты севастопольцев. Если море дает людям вкусную рыбу, обязательно появится кто-то вроде Николая Данилевского и придумает лучший способ ее приготовления. Севастополь – это живой организм, который на протяжении веков создает смыслы для большой России, притягивая к себе философов и мечтателей, которые, попав на севастопольскую землю, невольно рождают мечты для целого народа. Севастополь – незаменимый ингредиент в творчестве, обязательное условие существования большой русской страны. С вами был Макей Русинов. До встречи на площади Нахимова. Продолжение следует...